Блин, ребят, ну вы можете не косячить? Ну чё за бред? Мне надоело уже 350 раз ходить сюда, блин, и записываться. Чё ты мне показываешь? Я тут, между прочим, уже четвёртый раз сейчас буду записываться. Ну это шутка какая-то или чё? Всем привет, я Настя Колесникова и 278 рублей, всё остальное потрачено. Почему я так выгляжу? Потому что когда тебя записывают четвёртый раз, а все остальные выпуски закосячены, уже нет особого желания что-то рассказывать, тем более, когда тащишься на студию в снегопад. Блин, на улице вообще капец, течёт, всё вообще метёт. У меня мало того, что туша норма или нет, и когда ещё, блин, заканчивается, и вообще... Я не могу купить себе тушь, знаете почему? У меня 278 рублей осталось. Вообще трэш какой-то, у меня и косметики нет, и туши нет. Тут стены заморяла туши. Хоть съёмочная группа издевается надо мной как хочет, но есть и добрые люди. Например, за меня уже пять раз платили в автобусе. Вообще, я думала, что самым сложным будет не тратить деньги на шоколадки, в автоматах и прочее. Отпадай! Но самым сложным для меня оказалось терпеть однообразие. Как бы круто я не готовила из макарона тушёнки, я вряд ли смогу что-то вкуснее приготовить, чем макароны с тушёнкой. Вот вообще сметанки очень хотелось первые дни, или творожка какого-нибудь, вот что-нибудь молочного такого, потому что очень не хватает. А я не могла купить. И мороженку ты купить не можешь. И вообще ты бомж, и ходишь мимо магазинов как... как... бомж. Кстати, мамочкина консервация очень даже вкусная вещь. Если вы думаете, что всё это фейк и подстава, ну или хотите накормить меня, пишите в личку. С вами Настя Колесникова. Всем еды!